Первым новобранцем Амкара в нынешнем межсезонье стал центральный полузащитник Алексей Рябко. 26-летний воспитанник столичного Спартака наиболее известен по выступлениям за футбольный клуб Москва и столичное Динамо. Заключительную весеннюю часть минувшего сезона хавбэк провел в Томске, где сыграл 11 матчей и забил 2 мяча. Рябко подписал с нашей командой контракт на 2 года и будет играть под номером 9. Кроме того, по сообщению пресс-службы Пермского клуба продлил с Амкаром трудовое соглашение еще на год словацкий нападающий Мартин Якубко. Также сообщается, что 32-летний полузащитник Андрей Топчу достиг соглашения с руководством красно-черных о расторжении трудового договора. Футболист покидает Пермский клуб на правах свободного агента. Напомним, Топчу после длительного лечения выступал в минувшем сезоне за молодежный состав амкаровцев. 20 июня в Перми грядет битва на Каме. Так называется масштабное спортивное шоу, в рамках которого пройдут профессиональные поединки по различным версиям спортивных единоборств. Турнир будет состоять из 9 поединков по правилам боевого самбо. Две пары у нас, ММА будет две пары и К1 соответственно будет пять пар. В начале, как и в любом концерте, в начале дерется молодежь, условно зовем это разогревом, хотя качество поединков от этого, поверьте, не пострадает. Ну и потихоньку, потихоньку растем, 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 движемся к главному бою вечера. В главном бою Минеев-Сарара ничего не поменялось. Ждем этого боя с нетерпением, как и вся страна. Камил Гаджиев и Бату Хасиков – промоутеры мероприятия и сами известные спортсмены. Сегодня они посетили тренировку прикамских бойцов. Сегодня наша задача была познакомиться с ребятами, дать им определенную установку, уже непосредственно на битву, и посмотреть, насколько готова площадка. Прикамские спортсмены выйдут на ринг в 7 из 9 боев. Это Максим Смирнов, Иван Лапин, Евгений Авдеев и другие. У всех будут очень и очень серьезные соперники. Подготовка уже вышла на финишную прямую. Конечная стадия подготовки началась. То есть уже больше отдыхаем, больше подгоняем вес, бегаем к ростике, но начинаем больше отдыхать, потому что надо копить силы, надо копить злость и агрессивность. Соперник Абдулла Дадаев из Санкт-Петербурга. Он является чемпионом России, чемпионом Европы по Ушу Сенда. Он немножко тяжелее меня, выше на 5 сантиметров. И является очень хорошим ударником. При этом он довольно-таки неплохо борется как в партере, так и в стоечке. Поэтому придется и бить, и бороться. Среди других серьезных оппонентов пермяков именитый иностранца и итальянец Юлиан Эмири, который сразится с Максимом Смирновым, и бразилиц Вагнер Перейро. Он проверит на прочность Сергея Ельшина. Организаторы обещают, вечер будет жаркий. Зрелищные бои сопроводит обширная развлекательная программа. Классная рекламная кампания, классный файт-карт, классные бойцы. Что еще надо? Классное шоу, Нюша будет петь. Это вообще суперзвезда. Площадкой для проведения битвы на каме станет самая большая, крытая арена города – УДС «Молот». Начнется мероприятие в 19.00. Тем временем в Японии прошел 29-й открытый чемпионат Японии по каратэ-кокусинкай по весовым категориям. Отрадно, что на родине этого вида спорта большого успеха добился пермяк Сергей Увицкий. Подопечный тренера Александра Алымова стал серебряным призером в весовой категории свыше 90 килограммов. Пермские спортсменки отличились на чемпионате России по самбо в городе Выкса. Анна Балашова и Марина Кормильцева стали лучшими в своих весовых категориях и завоевали право выступить предстоящей осенью на чемпионате мира в Минске. При этом Балашова в финале поборола другую известную прикамскую самбистку Ирину Родину, которой предстоит выступить на чемпионате Европы. Кроме того, еще несколько наших землячек получили в своих весах бронзовые награды. Это Светлана Аверушкина, Екатерина Наприенко, Мария Молчанова и Елена Каменских.